Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой канал о жизни, туризме и эмиграции в Аргентину и не только. Июнь месяц во всем цивилизованном мире. Этот месяц посвящен гордости, гордости ЛГБТ. А 27 июня это день, когда по всему миру проходят прайды, ну или говоря более понятным языком, гей-парады. Они проходят даже в таких консервативных религиозных странах, как Колумбия и Венесуэла, но не в Аргентине. В Аргентине в июне месяце вы не попадете ни на какое мероприятие, посвященное гордости ЛГБТ. Почему? Нет, Аргентина совершенно не гомофобная страна. Более того, согласно статистике, Аргентина является одним из лидеров по приему гей-туризма. Ну а почему же у нас в июне не проходит прайд? Ну посмотрите на меня, я одета в пуховик. Июнь месяц это начало зимы в Аргентине. И зима в Аргентине, она настоящая. Каждый день в своих соцсетях я опубликую, как Аргентина у нас засыпает сейчас снегом. В Мендосе, в Андах Мендосе снега выпало больше двух метров. Более того, сегодня утром я увидела новость, что у южных берегов Аргентины замерз Атлантический океан. Вы можете себе представить замерзшие волны Атлантики у берегов Аргентины. Так что это абсолютно не та погода, не тот климат, чтобы в июне проводить гей-парады. Просто в Аргентине прайды проходят первые выходные ноября. И в принципе первая неделя ноября это и есть неделя гордости в Аргентине. В то время как во всем остальном мире это месяц июнь. И дата проведения прайдов приурочена к первому прайду на территории США, который прошел 27 июня 1970 года. А как же развивались события на территории Аргентины, об этом я вам сейчас и расскажу. А заодно покажу мои видео, которые я в прошлом году в ноябре сняла, посетив прайд на территории города Буэнос-Айреса. Итак, давайте окунемся в историю и в эту веселую атмосферу праздника любви, праздника гордости. Из-за настроек Ютуба и его законов мне пришлось полностью заглушить звуковой ряд, который был записан во время этих съемок. Но я очень надеюсь, что вот эта праздничная атмосфера, которая царила во время прайда в Буэнос-Айресе, вам передастся и без оригинальных звуков. В 2023 году прайд в городе Буэнос-Айресе проходил под лозунгом «Ни одной поправки больше, ни одной меньше» против антидискриминационного закона и остановить тех, кто против закона о равенстве. На этот прайд собралось более 1 миллиона человек. Это и представители ЛГБТИ, и бодипозитив, и представители секс-индустрии. Да-да, проституция в Аргентине не запрещена законом. И просто поддерживающие и сочувствующие. Ну и такие же, как я, которые просто пришли повеселиться, как на карнавале. Меня всегда умиляет высказывание, что прайды нужно запретить, ибо это неприлично сверкать голыми задами перед общественностью. Ну, не знаю, но вы посмотрите на всех этих людей, пришедших на карнавал. По сравнению с бразильским знаменитым февральским карнавалом, прайд в Буэнос-Айресе – это просто пара целомудрия. И надеюсь, что досмотрев это видео до конца, а именно на самых последних минутах, как всегда, интересное и горячее, вы согласитесь со мной, что абсолютно никакого разврата здесь нет. Просто миллион человек пришли, чтобы повеселиться. Кстати, мое мнение, что в этом году прайд проходил под лозунгом «Меньше ненависти, больше любви». Любовь правит миром. Именно такие платочки и шейные повязки продавались здесь на каждом шагу. И именно такой я тоже себе и приобрела. Небольшая историческая справка, почему 28 июня отмечается Международный день гордости ЛГБТ. Все началось в пятницу вечером в далеком 1969 году в Нью-Йорке. Бар Stonewall Inn был одним из самых популярных и любимых мест ЛГБТ-сообщества. Неожиданно в бар ворвалось шесть полицейских и начали жестоко избивать тех, кто там находился, арестовав несколько посетителей. После этих репрессий через шесть ночей сообщество решило выйти на улицы и заявить о себе. Это было первый раз, когда гей-сообщество столкнулось в открытую с властями и потребовало привлечь внимание к проблеме и к своим требованиям и уважения к любой сексуальной ориентации. Год спустя сообщество снова устроило марш по центру Нью-Йорка от этого бара до Центрального парка, проложив начало первому маршу ЛГБТ, то есть Прайду. Что же касается Аргентины, то по версии British LGBT Awards, Буэнос-Айрес входит в число десяти гей-френдли городов, наиболее выбираемых сообществом, и занимает первое место в Латинской Америке. Надпись на балконе «Хочу быть порно-звездой». Вон там вот. Как же начиналась в Аргентине борьба за свободу ЛГБТ-сообщества? Начало истории этого движения связано уже со ставшей легендарной личностью Карлосом Хауреги. Он был первый аргентинский гей, который публично и с гордостью объявил о своей сексуальной ориентации. Он руководил первым легальным обществом гомосексуалов и организовал первый в Аргентине марш гордости. Вместе со своим младшим братом Роберто Хауреги научил аргентинских геев, лесбиянок и трансперсон объединяться, бороться и побеждать. Он победил дискриминацию и изменил ход эпидемии СПИДа. Общество гомосексуалов Аргентины. Геи за гражданские права. Геи и лесбиянки. Нас полмиллиона. Зимним вечером 2 июля 1992 года удивленные прохожие рассматривали манифестантов, собравшихся на центральной площади Буанесареса всего в нескольких десятках метров от Кафедрального собора и Президентского дворца. Внимание, внимание, внимание! Лесбиянки и геи шагают по аргентинским улицам. Весело проскандировал в мегафон короткостриженный мужчина в распахнутом пальто. Усы, очки, галстук по ветру. Манифестантов возглавлял 34-летний Карлос Хауреги, организатор первого в Аргентине марша гордости. Внимание, внимание, внимание! Подхватили демонстранты, после чего три сотни человек двинулись в сторону Национального конгресса навстречу ледяному ветру и полной неизвестности. От полиции в те времена можно было ожидать чего угодно. Страна совсем недавно покончила со страшной диктатурой. На максимально опасном маршруте настоял Хауреги. Равенство перед законом и конец дискриминации сообщества ЛГБТ – это были политические требования. Поэтому от президентского дворца до конгресса и никак иначе. Страна должна увидеть, что мы существуем и готовы бороться за свои права. Работавшие неподалеку на митинге учителей, журналисты сменили локацию и последовали за геями. Несмотря на опасения, первый аргентинский марш гордости прошел мирно. Лица многих демонстрантов на той акции закрывали белые бумажные маски. За участие в демонстрации люди боялись потерять свою работу. И Карлос не возражал. Он сам отлично знал, как это бывает. Его выпускника Сорбоны и преподавателя истории Средневековья выгнали из Национального университета Ла Плате с работы еще в 1984 году, сразу после выхода скандально знаменитой обложки журнала «Семь дней», на которой на фотографии Карлос, президент первого официально зарегистрированного общества гомосексуалов Аргентины, обнимал другого ЛГБТ-активиста Рауля Сорио. Страна только-только приходила в себя после семи лет кровавой военной диктатуры 1976-1983 годов. В этот период Аргентина пропагандировала нравственность, традиционные ценности, имела поддержку католической церкви и жестоко наказывала любое инакомыслие и активизм. В те годы военные и полицейские похитили и убили 30 тысяч человек. И вот всего лишь через несколько месяцев после возвращения демократии, первый раз в истории Аргентины геи публично заявляют о своей сексуальной ориентации и делают это с гордостью. Главная статья номера, написанная с помощью Карлоса Хауреги, основывалась на 50 анонимных интервью с ЛГБТ-аргентинцами. Они признавались, что вынуждены вести двойную жизнь, скрываться, притворяться, бояться. В Аргентинском уголовном кодексе не было статьи за мужеложество. Геев задерживали, арестовывали и штрафовали в основном за непристойное поведение в общественных местах. Руки у полицейских были развязаны. Пострадавшие боялись скандала и никогда не жаловались. Кроме облав на гей-бары и дискотеки, поборы, угрозы и побои в полицейских участках, люди в форме нередко практиковали подставы. Вот как рассказывает один 37-летний адвокат, который к тому моменту был разведен и без детей. Он рассказывал журналу «Семь дней» следующую историю. «Как-то он познакомился около дома с милым молодым человеком и пригласил его в гости. Когда я вернулся с кухни со льдом, он лежал уже голый на диване, и я прилег рядом. Он настоял, чтобы я тоже разделся, после чего ударил меня по лицу. «Будешь паенькой, легко отделаешься, и скажи спасибо, что я не садист». Голый гость показал Хулио полицейское удостоверение, пригрозил ему арестом в случае, если адвокат вздумает кричать. Незнакомец оделся, забрал всю наличку, несколько дорогих вещей и ушел. И небольшое отступление от моего рассказа. Посмотрите, мама и отец пришли вместе со своим сыном на прайд, чтобы его поддержать. На табличке у мамы написано, что она мама гея, а на табличке отца написано, что он отец гея и этим гордится. Можно ли было такое представить в период описываемых мною событий? Да нет, конечно же. Аргентина в 1980-х годах была откровенно гомофобной. Геев принято было представлять маргиналами, сумасшедшими, наркоманами, извращенцами, педофилами, проститутками. Поэтому и родители, и сын не только бы потеряли работу, но и были бы полностью отвергнуты обществом. И именно в эти времена в Аргентине появился Карлос Хауреги из благополучной семьи среднего класса, который окончил католическую старшую школу. У него было отличное университетское образование в Сарбоне, два иностранных языка. Он мечтал заниматься наукой. Аргентинец заканчивал магистратуру в Сарбоне, когда однажды в Париже случайно увидел гей-парад. Хауреги настолько потрясла эта свобода, что он разрыдался на улице и присоединился к шествию. После Франции историк провел несколько месяцев в Нью-Йорке. Вернувшись в Буэнос-Айрес, он стал убеждать знакомых геев создать официальную организацию и открыто бороться с дискриминацией. В голове Карлоса Хауреги был четкий план действий – агитировать по барам и дискотекам, рассказывать про опыт других стран, знакомиться с журналистами. Активист стал постоянным гостем на радио и телевидении. Неудобные вопросы, прямые оскорбления – Хауреги воспринимал их как часть своей борьбы. Специалист по истории Средневековья в любой ситуации старался быть спокойным и убедительным. В 1993 году Хауреги в компании нескольких ЛГБТ-активистов пришел на прямой эфир телепрограммы «Вечер». И вот краткий пересказ звонков слушателей. Вы вообще в курсе, что вы больные? Какая еще воз? У меня муж-специалист в этом. Говорит, что вы все больные. Вообще лесбиянки кажутся мне еще более отвратительными, чем геи. Я вообще против дискриминации, но мне не нравится, когда демонстрируют свои нездоровые слабости. Я хочу процитировать Библию. Там все сказано. Вы извращенцы. Все это приходилось Карлосу слушать в прямом эфире. Мне кажется, абсолютно ничем не отличается от того, какие комментарии появятся под этим моим видео. 30 лет прошло, но абсолютно ничего не изменилось, поэтому не стоит удивляться, что люди продолжают бороться за свои права. В 1990-х годах Карлос Хауреги открыто противостоял и даже пытался судиться с тогдашним архиепископом Буэнос-Айреса кардиналом Антонио Карачино, предшественником на этом посту Хорхе Марио Бергожа, который ныне является папой римским Франциско. Карачино называл геев и лесбиянок несмываемым пятном на лице человечества и даже призывал организовать для них что-то вроде гетто и всех туда выселять. Отстаивая свою позицию, гомофобы все чаще апеллировали к эпидемии СПИДа, называя ее карой за развратный образ жизни. В начале 1980-х годов аргентинские газеты начали писать про розовую чуму или гей-рак в США. В 1985 году было проведено первое в Аргентине тестирование на ВИЧ-инфекцию. Среди зараженных оказался и Карлос Хауреги и его младший брат Роберто, который тоже был геем. А также многолетний бойфренд Хауреги Пабло, который был интеллектуалом и кинорежиссером. Карлос активно включился в борьбу с эпидемией, но свой диагноз он не афишировал. В 1988 году после нескольких месяцев агонии на его руках умер Пабло, его многолетний партнер. Сразу же после похорон родственники умершего Пабло, которые до этого с ним годами не общались и считали его чем-то вроде прокаженного, выгнали Хауреги из квартиры Пабло. Недвижимость отошла родственникам. Позже активист часто приводил эту ситуацию в пример, говоря о необходимости легализации гей-браков. В июне 1989 года совсем плохо стало и брату активиста, 30-летнему Роберто. 45 килограмм веса, конвульсия, скорая смерть. «Я помню его сидящим на кровати, отросшая борода, неразборчивая речь. Нет, я должен что-то сделать, так я не умру». Так значило незаметно в окружении нескольких близких. Такая смерть была бы бессмысленной. «В тот день мой брат стал мне другом и товарищем по борьбе», рассказывал Карлс Хауреги в своей колонке «Так я не умру» для газеты «12-я страница». Первый антиретровирусный препарат азитотимидин уже существовал, но купить его было не на что. Тогда Роберто Хауреги превратился в лицо эпидемии СПИДа в Аргентине и присоединился в качестве главного координатора к благотворительному фонду по защите прав ВИЧ-инфицированных. В газетах, на радио и телевидении Роберто Хауреги откровенно рассказывал про болезнь и как она изменила его жизнь. В 1991 году он сыграл сам себя в сериале «Селеста». Его показывали в России в 1999 году. По сценарию Хауреги приходит на телешоу, посвященное СПИДу, вместе с врачом Бруно Розетти. Его играет Артура Мали, отец Иво Ди Карло в «Дикомангеле». Разговор внезапно провоцирует Розетти на заявление в прямом эфире. Он публично признается, что инфицирован, просит прощения у той, кого заразил, и обещает включиться в борьбу с эпидемией. Добившись лечения для себя, Хауреги стал помогать другим пациентам. В сентябре 1990 года в Аргентине вступил в силу национальный закон по борьбе со СПИДом. Государство обязалось оплачивать диагностику и лечение, бороться с дискриминацией, собирать статистику и просвещать население. Роберто умер в начале 1994 года. Карлос Хауреги пережил брата на два года. В свои последние месяцы он посвятил борьбе за 11 статью. Благодаря административной реформе 1994 года город Буэнос-Айрес обрел особый статус, стал автономным и готовился принять собственную конституцию. 11 статью приняли через несколько дней после смерти Хуареги. Все люди равны. Равны перед законом. Признается и гарантируется право быть разными. Не дозволяется дискриминация по признаку расы, этноса, пола, сексуальной ориентации. Позже то же самое в Аргентине сделали и на национальном уровне. Но со смертью Карлоса движение не заканчивается. Аргентинские геи, лесбиянки и трансперсоны продолжили борьбу Карлоса Хауреги и победили. В 2010 году страна первой в западном полушарии легализовала однополые браки раньше, чем в США. В 2012 году приняли закон о гендерной идентичности, который позволял трансженщинам и трансмужчинам быстро и легко менять документы в соответствии с тем гендером, к которому они себя относят. С 2021 года государственный сектор обязан предоставлять 1% рабочих мест трансгендерным людям, а небинарные персоны могут получить документы, где в графе пол вместо М или Ж указан просто крестик. В 2017 году Буэнос-Айрес стал первым городом в мире со станцией метро, носящей имя борца за права ЛГБТ-сообщества Карлос Хауреги на линии H. Это самая новая и последняя линия метро Буэнос-Айреса. Вход в нее находится на углу проспектов Санта-Фе и Пужередон на том самом месте, где в 1980-х годах активист раздавал по гей-барам свои первые агитационные листовки. Станцию с портретом Хауреги, целующимся с однополыми парами и радужными лестницами, оформил венесуэльский художник и открытый гей Даниэль Арсоло. На входе одна из самых известных фраз Хауреги. «Для общества, которое учит нас стыдиться, гордость – наш политический ответ». Это, кстати, и есть ответ на часто задаваемый вопрос, почему эта неделя называется «Неделя гордости» или «Парад гордости». Потому что многие и многие года людей заставляли стыдиться. Вот он ответ. Мы не будем стыдиться, мы будем гордиться. Что касается эпидемии СПИДа в Аргентине на сегодняшний день, то страна практически справилась с этой эпидемией. По официальным данным, на сегодняшний день в 45 миллионах Аргентине примерно 140 тысяч человек являются ВИЧ-инфицированы. Абсолютное большинство из них получает бесплатную терапию в государственных медицинских учреждениях. Почему большинство? То, согласно этой статистике, примерно 13% не знают о том, что они ВИЧ-зараженные. Что касается остальных статистических данных, то примерно 5 с небольшим тысяч человек в год узнают о своем диагнозе СПИД. К сожалению, около 27% получают этот диагноз на достаточно поздней стадии. Что же делается в Аргентине по борьбе со СПИДом и с ВИЧ? В Аргентине о ВИЧ, о СПИДе говорят везде. По телевизору, в государственной рекламе на Ютубе, на Фейсбуке, по городу я вижу различные плакаты. Об этом говорят со страниц газет и даже в школьных учебниках. Информация о СПИД, о ВИЧе была включена в школьную программу уроков сексуального воспитания еще в 2006 году. Со школы детей учат пользоваться презервативами. Главная цель сексуального просвещения в этой области – это рассказать детям о том, что это за заболевание, как оно передается, как не передается, как можно предотвратить его передачу. В первую очередь, конечно же, с помощью презервативов. Аргентинский Минздрав публикует ролики с участием школьников о том, как правильно пользоваться презервативами. Потому что аргентинцы понимают, пусть лучше ребенок узнает, как ими пользоваться, чем не знать и в какой-то период быть зараженным. В Аргентине существуют целые программы бесплатных государственных презервативов везде. Вы, конечно же, можете купить пачку презервативов в магазине, в киоске или в аптеке. А можете взять бесплатно, сколько хотите, в поликлиниках, в центрах здоровья, в любых других местах присутствия государственных и даже у частных медиков. Как-то в одном очень достаточно дорогом, респектабельном ресторане, в одном из самых дорогих мест Буэнос-Айреса, напротив посольства США, в туалете я увидела табличку «Презервативы можно купить на кассе». Предупреждение сразу. А можно и на сайте Минздрава Аргентины найти карту пунктов выдачи бесплатных презервативов. В одном только Буэнос-Айресе таких точек выдачи более 250. Презервативы входят даже в гуманитарные пакеты, которые раздаются различными организациями, которые помогают беженцам, малообеспеченным людям и так далее. Это как бы одна из главных государственных и социальных программ в Аргентине. Кроме того, в Аргентине бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Пройти этот тест в Аргентине можно практически везде. Но, строго говоря, в Буэнос-Айресе есть порядка 40 мест, где можно сдать экспресс-тесты. Причем результаты таких тестов являются анонимными и готовы уже через 15 минут. Карта пунктов тестирования ВИЧ также опубликована на сайте Минздрава Аргентины. Кроме того, что можно бесплатно пройти тесты на ВИЧ, раз в год можно сделать полный чек-лист на все венерические заболевания. Все это бесплатно. Кроме того, в Аргентине бесплатная терапия против ВИЧ, которую может получить каждый, в том числе и иностранец, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день. Но законы сейчас в Аргентине пересматриваются. Что будет через полгода или через год, никто не знает. Это позволяет удержать удивительно низким показатели новых выявленных случаев заражения. Скажу больше, огромная часть, Минздрав не отрицает ее наличие, но не уточняет размеры. Таких случаев это как раз иностранцы, которые приехали в Аргентину для лечения. Вопросов о целесообразности лечения чужих ВИЧ-положительных в Аргентине на сегодняшний день не задают, потому что прекрасно понимают, что люди, которые получают своевременное лечение, абсолютно не заразны и находятся в полной безопасности. И другого способа борьбы с ВИЧ до изобретения вакцины не существует. Ну, а психологическое потрясение, которое переживает человек, узнавший, что болен неизлечимой болезнью, это явный повод для реализации закрепленного в законе права на бесплатную психотерапию. Прайд 23-го года был также и политическим. Дело в том, что он проходил чуть более за месяц до заключительного тура выборов президентов. И поскольку гей-сообщество было напугано тем, что в случае победы Хавьера Милея он будет закручивать гайки ЛГБТ-сообщества, как видите, здесь как раз вот эта машина, она призывала голосовать за массу. Масса – это фамилия второго кандидата была в президенты, бывшего министра экономики Аргентины, как бы по версии ЛГБТ-сообщества. Масса поддерживал это сообщество, а с приходом к власти Милея боялись, что гайки будут закручены. Но, по крайней мере, на сегодняшний день я ничего не слышала, чтобы Милей выпустил какие-либо законы против ЛГБТ-сообщества. Что будет дальше, посмотрим. Ну и надеюсь, что этим своим видео я смогла передать всю эту веселую атмосферу, которая царила во время прайда. Еще раз напомню, что на него в прошлом году собралось более миллиона участников. Посмотрим, сколько их будет в этом, в 24-м году. Для меня это был просто карнавал. Не знаю, у кого какое отношение. Я понимаю, что у каждого может быть свое мнение. А для меня это обычный карнавал. Потому что в Буэнос-Айресе нет карнавала в феврале, как в всем католическом мире, поскольку аргентин... Прежде всего, конечно, жители Буэнос-Айреса считают себя цивилизованными людьми, и они не очень приветствуют религиозные праздники. И в Буэнос-Айресе нет февральского карнавала. Я за карнавалом езжу в другие регионы и вожу туда туристов. Поэтому гейт-парад для меня как раз и есть очень красочный и веселый карнавал, который можно наблюдать в Буэнос-Айресе. Именно так я к нему и отношусь. А это гости из Германии, по-моему, если я не ошибаюсь. Такие очень эксцентричные парни. Ну и кто там хотел голый зад, получайте. Это, кстати, был единственный голый зад, который я увидела в этом миллионном гей-параде. Наслаждайтесь. They İyi none. Огей! ье у меня. ДИНАМЕ. Тинго, acho большая. Ты смеешь расп захватывать Himself ну и на этом у меня все не забывайте поставить лайк оставляйте свой комментарий и до новых встреч на моем канале всем пока пока с вами была ваша елена вивас